На 100 базисных пунктов российский банк понизил ключевую ставку, теперь она рекордно низкая, 4,5 процента. Как это отразится на экономике и доходности банковских вкладов? Именно об этом сегодня поговорим в нашей студии. С нами Олег Сайгушев, директор филиала «Открытие брокер». Здравствуйте, Олег. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, снизится ли ставка снова и как это отразится на людях? Да, мы увидели в текущий момент в условиях борьбы с пандемией, как мера поддержки экономики, многие центральные банки, наш в том числе центральный банк Российской Федерации, снизил на рекордно низкий уровень 4,5 процента и есть вероятность, что это снижение продолжится. Понятно, что для тех, кто пользуется заемными средствами, это предприятия, либо физические лица. Это плюс. Это плюс. Но для вкладчиков, которые также теряют в доходности, потому что вслед за снижением ключевой ставки, неизменно будет снижение ставок по депозитам. Какую альтернативу они могут тогда найти? Ну, я бы здесь стал разделять на несколько категорий, в зависимости от склонности к риску. Например, для консервативных инвесторов, для тех, кто хочет с минимальными рисками, с аналогичными рисками, как в банковских вкладах, это возможность покупки облигаций Министерства финансов Российской Федерации, так называемая ОФЗ, облигация федерального займа. То есть их выпускает наше правительство и, грубо говоря, берет в долг у населения, у корпорации, у тех, у кого есть временно свободные денежные средства. Надежность данного имитента, то есть тот, кто одалживает, она, как мы понимаем, весьма высокая. Риск банкротства, то есть того, что государство не вернет деньги, в текущих реалиях он очень минимальный. То есть не нужно пытаться сравнить с 98-м годом, когда экономика Российской Федерации была совсем в другом состоянии. Таким образом, получая процентный доход, он в облигациях называется купон. По старинке, когда были документарные облигации, были купончики, которые отрезали, предъявляли и получали свои проценты. Сейчас они бездокументарные, но название осталось, поэтому буду использовать этот же термин. Купонный доход, он выше, чем в банковских депозитах. Надежность соизмеримая с надежностью государственных системно-значимых кредитных организаций. То есть даже не соизмеримая, а значительно выше. Ну и, собственно, ликвидность, то есть возможность досрочно продать, забрать свои денежные средства, она такая же, как в банковских платах. Единственное, нужно понимать, что там присутствует так называемый ценовой риск. То есть можно дешевле купить и дороже продать, а можно наоборот, чуть-чуть дороже купить и дешевле продать. Вот этот нюанс нужно учитывать. Сколько тогда нужно иметь дохода, чтобы использовать такую альтернативу? Да, это еще дополнительное преимущество, как у государственных облигаций, так и у корпоративных облигаций. На российском рынке они выпускаются номиналом от 1000 рублей. То есть любой гражданин, имея свободные 1000 рублей, может одолжить в долг либо государству, либо, кстати говоря, и субъекту Российской Федерации. Наша Ульяновская область, например, уже вышла на второй выпуск и готова платить 7 с небольшим процентов годовых для тех, кто дает в долг нашему субъекту. А на какие финансовые инструменты еще нужно обратить внимание лучше? Ну, помимо категории консервативных инвесторов, я бы порекомендовал, конечно, для тех, кто в долгосрочную, условно говоря, на пенсию, на несколько десятков лет пытается сохранять и примножать капиталы, это, конечно же, инвестировать в акции крупных корпораций, надежных корпораций. Почему? Потому что это реальное вложение в бизнес. И помимо получения процента от прибыли, то есть я становлюсь долевым участником, акционером и получаю право на получение процента, в случае, если есть эта прибыль, на получение так называемых дивидендов. Ну и дополнительные плюсы, как правило, доходность в этом значительно выше, это рост курсовой стоимости. То есть купил дешевле, и через несколько лет эта акция станет, ну, не гарантирована, конечно, но если бизнес успешно развивается, акция пользуется спросом, соответственно, по закону рынка спроса предложения цена тоже двигается вверх. И получать доходность кратно, ну, в два-три раза выше, чем в традиционных инструментах банковских депозитов во вложениях в акции в таких компаниях, это реальная возможность. И особенно эта возможность стала наиболее привлекательной именно в сезон огромных распродаж, то есть в кризис. И надо отметить, вот текущий кризис, такого масштаба, он бывает раз в 10 лет. То есть такую распродажу пропустить, но многие понимают, что это не совсем разумно, и начинают активно интересоваться этой темой. Но сейчас многие говорят об индивидуальном инвестиционном счете. Какие преимущества в нем? Да, есть вот специальный вид брокерского счета. То есть для того, чтобы получить доступ на рынке ценных бумаг, нужно открыть брокерский счет. А под вид этого брокерского счета, так называемый индивидуальный инвестиционный счет, в налоговом кодексе Российской Федерации эта новация появилась в 2015 году. То есть для чего эта норма была введена правительством? Для того, чтобы стимулировать граждан к инвестированию не через банки, а напрямую через биржи. Каким образом у нас государство стимулирует? Только налоговыми льготами. Для тех, кто уже пользовался налоговыми вычетами, имущественными вычетами за покупку квартиры. Многим уже известны. Такая же механика процесса есть и при инвестировании на индивидуальном инвестиционном счете. То есть от суммы инвестирования можно получать либо возврат ранее уплаченного налога на доходы физических лиц в 13% объеме от суммы пополнения. Либо получить нулевой НДФЛ от прибыли, получаемой от торговли ценными бумагами. Ну это вот как раз к вопросу, какие бывают типы вычета. Типа — это возврат НДФЛ ранее уплаченного. И тип Б — это нулевой НДФЛ. Ну надо отметить, там есть, естественно, нюансы, определенные ограничения. Ну, во-первых, один ИИС в одни руки. То есть только один ИИС может быть у гражданина. Во-вторых, для того, чтобы пользоваться налоговыми льготами, он должен быть открыт не менее трех лет. То есть вернуть инвестированные на ИИС средства можно не ранее трех лет с даты открытия. Налоговую льготу, для того, чтобы ее получать, вы можете ежегодно подавать декларацию и получать возврат, например, на 13%. Но для этого у вас счет должен работать не менее трех лет. Если вы раньше хотите вернуть средства, вам придется его закрыть, а ранее полученный вычет — вернуть государству. Третья особенность — это один миллион рублей максимальная сумма пополнения, ну в текущем режиме. И, ну понятно, как и с любыми налоговыми вычетами, можно вернуть не более того, что было уплачено в бюджет. Кто не знает и впервые, возможно, столкнется с налоговыми вычетами. Кто хочет приумножить свой доход, что тогда лучше им посоветовать и что нужно сделать, куда, может быть, обратиться? Потому что те, кто индивидуально это все делает, это все равно очень сложно, мне кажется. Для тех, у кого нет времени, либо нет достаточного опыта и уверенности, есть специальный сервис. Например, наша компания предлагает подбирать индивидуальные инвестиционные идеи по рекомендациям аналитиков. Например, за 2019 год 89% инвестиционных идей были прибыльными. То есть это очень хороший показатель. И можно пользоваться вот этими подсказками, которые приходят в виде смс на электронную почту. Этот сервис называется «Ваш финансовый аналитик». Либо второй вариант — можно взять сразу портфель готовый, он называется модельный портфель. И периодически, также по сигналам в виде смс и электронной почты, делать ребалансировку. Что-то продать, что-то докупить. То есть, причем доходность, она существенно превышает доходность по индексу. И таким образом легко, просто в удобном личном кабинете, в удобном мобильном предложении, не требуя больших каких-то затрат сил и энергии, так же просто, как заказать еду в офис или там домой, это можно сделать с покупкой ценных бумаг. Поэтому инвестировать просто, это доходно, жить в достатке можно и возможно. Приходите в открытие брокера, поможем. Получается, приумножать свой доход — это все-таки реально. И те, кто все-таки сомневается, обратиться лучше в открытие брокер. Сегодня с нами был Олег Сайгушев, директор филиала «Открытие брокер». Спасибо. Спасибо. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова